Открывает нашу подборочку любимый многими фильм «Начало 2000-х годов» под названием «Памятная прогулка». Для особо придирчивого зрителя он может показаться чересчур либеральным, так как там есть несколько сцен сомнительного характера и частенько на фоне играет непривычная для консервативного уха музыка. Но в целом, по своей сути, данная мелодрама весьма и весьма хороша. Основная цель фильма – наглядно показать, как Бог через одного простого верующего может изменить жизни целой компании далеких от всего святого ребят. Главный герой фильма из заядлого горделивого хулигана постепенно превращается в настоящего христианина. Все это происходит на фоне красивой истории любви с драматической развязкой. Так что этот фильм уж точно придется по вкусу настоящим ценителям чистой романтики. Девятое место. Чудеса с небес. Эта невероятная история произошла с обычной американской семьей, живущей в тихом провинциальном городке. Кристи и Мартин живут в счастливом браке уже более 10 лет, совместно воспитывая трех очаровательных дочек. Большой уютный дом, прекрасный просторный двор и веселый детский смех. Казалось бы, счастью семейной пары не будет предела. Но внезапно Кристи узнает, что ее 10-летняя дочь Анна серьезно больна. Девочки диагностируют хроническую патологию пищеварительного аппарата, перед которой современная медицина оказывается бессильной. Не в силах смириться с ужасным диагнозом, безутешная мать пытается изо всех сил помочь своему ребенку. Но ее отчаянные попытки не приносят желаемого результата. В сложившемся безвыходном положении им оставалось только верить, что произойдет чудо. Важно отметить, что фильм снят на основе реальных событий, что безусловно добавляет немалую ценность данной киноленте. Ты меня слышишь? Похоже, что нет. Кого-то может удивить, что военная драма режиссера Мэла Гибсона попала в число моих рекомендаций. Однако не торопитесь хвататься за камни. На самом деле я разместил фильм по соображениям совести в данную подборку по двум причинам. Во-первых, несмотря на жесткость некоторых сцен, данный фильм от корки до корки пропитан искренней верой. Во-вторых, мне очень интересна ваша реакция, так как она послужит материалом для съемки следующего очень интересного видео. Итак, в центре сюжета картины реальная история капрала Десмонта Доса, героя войны и первого отказника по соображениям совести, который получил высшую военную награду США – медаль почета. После нападения Японии на Пёрл-Харбор Дос не желал оставаться в стороне от борьбы со злом. По своим религиозным убеждениям он отказывался брать оружие и убивать противников, но как патриот попросился добровольцем в армию на роль санитара. За отказ пройти курс стрельбы Дос был отдан под трибунал. Что скажете? Мы попросим врага не наступать по субботам. У рядового Доса священный день. Когда после многих тяжелых приключений Десмонт все же оказывается на поле боя, там начинают происходить просто поразительные вещи. Смог ли он остаться верным своим принципам и не воспользоваться оружием, в то время как повсюду свистели вражеские пули, а также что он сделал для своих друзей и врагов на поле битвы – все это увидите непосредственно в фильме. Справедливости ради важно подметить, что фильм хоть и сильный по смыслу, но все же отнюдь не для слабонервных. Как вы думаете, стоит ли христианам вообще смотреть подобное кино? Напишите в комментариях ваше мнение. Ну а пока поехали дальше. Еще один потрясающий фильм, отснятый по мотивам реальных событий, с неординарным названием «Мне не стыдно». Поначалу сюжет может показаться не очень динамичным, и после первых десяти минут фильма вам может даже захотеться его выключить. Однако уж поверьте, делать этого не стоит. Дальше события разворачиваются куда стремительнее. Данный фильм – настоящее открытие для тех, кто хочет зарядиться желанием не стесняться своей веры и говорить окружающим об Иисусе. Фильм далеко не веселый, однако после его просмотра ты остаешься под мощным впечатлением и вдохновением не бояться того, во что веришь. Не знаю, остался ли кто-то из христиан, кто еще не смотрел фильм «Огнеупорный», но тем не менее я не мог не включить его в мой топ. К огромному сожалению, сегодня в мире все больше и больше семей подают на развод, пытаясь построить счастье в личной жизни с нуля. В данной киноленте зритель чуть ли не становится свидетелем очередного такого краха в отношениях. Однако после одной очень интересной встречи у главы семейства зажигается в сердце лучик надежды. Он верит, что можно сохранить семейное счастье. К чему это все приводит, смотрите в удивительной христианской мелодраме «Огнеупорный». Любителям поплакать советую перед просмотром запастись салфетками и носовыми платками в большом количестве. В пятерку лучших я решил разместить экранизацию нашумевшего мирового бестселлера книги «Хижина». Конечно же, немало христиан относятся к произведению Пола Янга, мягко говоря, весьма скептически за, казалось бы, неуважительное отношение к образу Божественной Троицы. Однако, несмотря на то, что я сам не из либеральных христиан, мне сюжет фантастической повести «Хижина» показался не только чрезвычайно интересным, но и неимоверно глубоким. В нем молодой мужчина понес величайшую потерю своей жизни, отчего его сердце наполнилось осколками боли и ненависти. Каждый его день стал мрачным и бессмысленным до того момента, пока однажды он не обнаружил в почтовом ящике записку с текстом «Ожидаю тебя в хижине» и подпись «Папа». Тяжело что-либо дальше рассказывать о фильме, чтобы не заспейлерить, поэтому, если вы готовы переступить через привычное представление Бога и все же решитесь прикоснуться к данной киноленте, поверьте, вас ожидает невероятное приключение и огромный поток сильных духовных размышлений. Четвертую ступеньку заняла еще одна удивительная кинолента, снятая на основе реальных событий. Американский футбол – тема весьма популярная для западного кино и даже, я бы сказал, заезженная. Однако Вудлон реально не похож на остальные и даже, по моему скромному мнению, опережает по интересности и режиссуре знаменитый христианский фильм «Противостояние гигантам». Главными героями фильма вроде бы как являются футболист по имени Тони Натан и еще несколько выдающихся тренеров. Однако вдумчивый зритель-христианин быстро поймет, что весь успех вышеперечисленных персонажей не был бы возможен без влияния невысокого, скромного капеллана, который стал мощным инструментом в божьих руках. Для переборчивых киноманов местами фильм может показаться наивным, но если смотреть его не только с открытыми глазами, но и с открытым сердцем, вы получите максимальное удовольствие и вдохновение от просмотра. Тройку лидеров в моем топе открывает фильм под названием «Бог не умер». В центре сюжета картины студент по имени Джош Уитон. Джош – убежденный христианин, что с самого начала его учебы в университете Луизианы ставит парня в затруднительное положение. Преподаватель философии не просто горячо, а реально фанатично отстаивает свою позицию атеиста. Доходит до абсурда. Для получения зачета у профессора Рэдисона обязательно нужно согласиться с его мнением в письменной форме, подписавшись под знаменитым изречением Ницше «Бог умер». Но Джош не намерен лгать. Он отказывается оставлять свою подпись под бланком, и теперь ему предложен выбор – покинуть группу или в течение трех пар доказать профессору, что Бог действительно существует. И хотя некоторые мои знакомые считают, что фильм выдался ну уж слишком утопичным, лично мне он показался весьма интересным и реалистичным. Было бы очень интересно почитать ваше мнение о фильме «Бог не умер». Напишите его, пожалуйста, в комментариях. Бог, допускающий это, не стоит того, чтобы в него верили. Жизнь на самом деле – это сказка, рассказанная идиотом, не имеющая никакого значения. На почетное второе место я поставил фильм, который, возможно, кто-то даже решит назвать нехристианским, так как тема веры здесь проходит абсолютно ненавязчиво. Однако, кто бы что ни говорил, для меня это один из самых мощных фильмов, который раскрывает силу практического христианства. Вы увидите историю одной весьма богатой верующей семьи, которая решила приютить бездомного афроамериканца весьма внушительных габаритов. Маму семейства благодетелей превосходно сыграла немалоизвестная Сандра Баллок, чей актерский талант добавил изюминку в киноленту. Изменения, которые происходят в жизни парня, да и всех героев фильма, не могут не расчувствовать даже самые грубилые сердца. Глядя на разворачивающиеся события и осознавая, что все это основано на реальных событиях, по-настоящему вдохновляешься пересмотреть свою личную христианскую жизнь, начиная с вопроса «А как бы поступил я на месте главной героини этого фильма?» «Оказал бы я такую же заботу обездоленному человеку?» Непростой, но важный вопрос, не правда ли? «Вот это?» «Это тебе нравится?» «Хорошо» Ну вот мы и подошли к лидеру нашего ТОП-10. Мне показалось самым правильным поставить на первое место фильм непосредственно о нашем Спасителе. Несмотря на то, что за историю кинематографии фильмов про Иисуса было отснято немало, мой любимый из них – это «Сын Божий» от режиссера Кристофера Спенсера. Конечно, никакая кинолента не способна сполна передать боль и радость времен первого пришествия Христа. Однако в фильме «Сын Божий» образ Иисуса мне пришелся максимально близким. Ведь если в других библейских фильмах «Мессия» часто изображен достаточно депрессивным, по моему субъективному мнению, то здесь он добрый, сочувствующий, любящий. Плюс ко всему, актеры для ролей учеников Христа также подобраны прекрасно. Все сцены фильма отсняты на высочайшем уровне, а в сочетании с превосходной музыкой так вообще дух захватывает. И хотя местами режиссер позволял себе небольшие вольности в сюжете, которых, как по мне, можно было бы избежать, При всем этом, общее впечатление от фильма у меня просто потрясающее. Наверное, моя самая любимая и трогательная сцена здесь – это призыв мытаря Матфея. Ну уж очень реалистично и трогательно отсняли этот момент. Да и вообще, я убежден, что после того, как вы посмотрите этот фильм, вытирая слезы радости, вам так и захочется сказать «Слава тебе, Боже, за то, что ты для нас совершил». Думайте о Боге! Остальное приложится, если жаждете правды, насытитесь через меня. Он сказал «Просите, и дано будет». «Просите, и дано будет».